Кружки дополнительного образования откроют, а кафе и ресторанам разрешают работать дольше. До часу ночи мы продлеваем, снимаем ограничения, а все остальные аспекты мы оставляем и смотрим в целом на ситуацию. Какие еще решения были приняты на заседании оперативного штаба по коронавирусу? Облегчить труд волонтеров. Можно легко и просто увидеть список заданий, куда нужно прийти и куда нужно доставить. В Чебоксарах для добровольцев, которые доставляют лекарства амбулаторным больным с ковид, разработали мобильное приложение. Каким будет логотип года, посвященного трудовому подвигу строителей сурского рубежа? Мне больше всего понравился вариант номер один, потому что своей лаконичности и простоте он несет довольно такой крупный смысл. И лаконичность, она сейчас очень популярна молодежи, ведь что-то кричащее, ну не хочется акцентировать на это внимание. А вот в таком минимализме все очень ясно и понятно. Определиться с выбором конкурсной комиссии помогают чебоксарские школьники. Заговорить по-чувашски за 18 занятий. Мы, конечно, будем брать в основном разговорную речь, чтение чуварских народных сказок, как на чуварском, так и на русском языке. Чтобы малыши самого маленького возраста слышали чуварскую речь, понимали ее. Познавательные уроки родного языка для дошкольников и младшеклассников проводят в детской библиотеке в Новоюжном районе Чебоксар. Об этих и других событиях пятницы в прямом эфире Вести Чебоксары в студии Екатерина Храмкина. Добрый вечер. Заведение общепит работает до 23 часов. Кружки дополнительного образования закрыты, а студенты на удаленке. Такие ограничения были введены в Чувашии осенью. По данным Минздрава Республики, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается. Ждут ли регион послабления? Сегодня обсудили на заседании оперативного штаба. Ограничения частично уже были сняты. 2 февраля студентов вернули за парты. По данным Минздрава Чувашии, ситуация в регионе налаживается. Заболеваемость снижается и сейчас колеблется в районе 90 человек в сутки. Уменьшается и число пациентов на лечении, а больницы переходят на плановый режим работы. Так госпитализировать коронавирусных больных уже перестали в Канажскую, Вурнарскую, Центральные районы и больницы, Новочебоксарский медицинский центр и Новочебоксарскую городскую больницу. А в ближайшую неделю в обычный режим работы переведут и Чебоксарскую районную больницу. По республике развернуто на сегодняшний момент 2415 коек в 14 медицинских организациях. Из них для лечения пациентов с COVID-19 подозрением на 2210 коек и на долечивание 105 коек. Планируется с сегодняшнего дня пристановить госпитализацию в Чебоксарской районной больнице с мощностью коек 145 коек. Изменения также коснутся и общепита. По распоряжению руководителя региона теперь кафе будут работать не до 23 часов, как было ранее, а на 2 часа дольше. В принципе, если продлим время работы до часу, мы здесь особых рисков не увидим. Мы давайте на это пойдем, на частичное снятие ограничений. Поэтому до часу ночи мы продлеваем, снимаем ограничения, а все остальные аспекты мы оставляем и смотрим в целом на ситуацию. Возобновят работу и кружки дополнительного образования. С такой инициативой выступила министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Уже в скором времени они вновь смогут принять детей. Пусть люди уже занимаются. Но при этом я прошу Аллу Леонидовну вместе с Роспотребнадзором и Минздравом отработать как раз варианты тестирования и вовлечения. Если как только появляются рисковые моменты, чтобы их мы вовлекли во внимание и определили степень риска, ну и соответственно дальше уже принимали решение. На заседании затронули и тему вакцинации. На сегодняшний день в Чувашии развернуто 35 прививочных пунктов. Дополнительно они откроются и в торговых центрах. По данным Минздрава Чувашии, желающих вакцинироваться в республике много. В среднем в сутки 1 тысяча человек. Вакцинировано на 5 февраля 6 698 человек, в том числе 1526 человек. Это сотрудники медицинских организаций, 5 172 человека сотрудники образовательных, социальных организаций и других категорий граждан. В рамках национального календара профилактических прививок. Из них 1229 закончили полностью вакцинацию двумя компонентами. На сегодняшний момент ожидается в Чувашию республику в феврале месяце более 25 тысяч доз. Напомню, записаться на прививку можно у участкового терапевта по телефону регистратуры поликлиники через портал госуслуг и по номеру 122. Екатерина Данилова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Оказать помощь с доставкой лекарств пациентам с COVID-19 на амбулаторном лечении взялись волонтеры «Единой России». Для того, чтобы значительно облегчить труд добровольцев по развозу препаратов, в Чебоксарах специалисты одной из IT-компаний создали приложение «Мобильный волонтер». Разработка была удостоена награды Всероссийского конкурса «Цифровые вершины». Александр Краснов – волонтер «Единой России». Он как раз и занимается доставкой лекарств к ковидным больным, которые лечатся амбулаторно. Приложение значительно облегчило его задачу. Мобильное приложение мне нравится, оно очень удобное. С помощью него можно легко и просто увидеть список заданий, куда нужно прийти и куда нужно доставить. А самое основное – не нужно лишних бумажек подписывать и ничего делать. Придя к больному, мы фиксируем результат своей работы при помощи фотофиксации. И, соответственно, приложение еще указывает, где мы находимся. В приложении также ставится геометка, и результат работы автоматически отправляется на сервер для осуществления контроля. Мобильный волонтер был разработан здесь. Трудились лучшие умы IT-компании. В конце декабря прошлого года его уже представили широкой публике. Наше приложение получило высокую оценку из уст президента, который отметил работу нашего волонтерского центра на первом социальном форуме «Единой России» и поблагодарил нас за проделанную работу. Чуваши уже готовы делиться своим опытом со всей страной. Коллеги добровольцев «Единой России» из Башкортостана, Курской области к ним уже обратились. Волонтерские центры партии продолжают работу во всех российских регионах. Помощь оказывают нуждающимся, пожилым и одиноким людям, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, социальным центрам. Активисты доставляют продукты и лекарства, раздают средства индивидуальной защиты. Между тем, чубаксарские айтишники разрабатывают еще одно социально значимое приложение, которое также вскоре представят на суд специалистов. У нас есть идея, чтобы у каждого жителя республики была возможность фотографировать граффити, то есть обозначающую закладку наркотиков. И, соответственно, эти фотографии с указанием геометки сразу же будут автоматически передаваться в управляющие компании и МВД. И таким образом каждый житель республики сможет быть вовлеченным в общее дело обустройства нашего общества так, чтобы наши дети были в безопасности. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия. Сотрудники Чувашского линейного отдела транспортной полиции пресекли факт незаконного оборота наркотиков. На крючок оперативников на этот раз попался ранее судимый 44-летний мужчина. Эти кадры были сняты сотрудниками транспортной полиции незадолго до задержания. Отчетливо видно, как на привокзальной площади аэропорта города Чебоксары человек что-то ищет ночью в снегу. После того, как мужчина нашел искомый предмет, он попытался уйти, но не подозревал, что за ним уже давно наблюдают стражи порядка. При проведении личного досмотра данного гражданина в комнате полиции, расположенного в аэропорту города Чебоксары, были изъяты следующие предметы и вещества. Полимерный пакетик, в котором находился порошок белого цвета и сверток, обмотанный изолентой с веществом внутри. В ходе получения исследования было установлено, что в изъятых пакетиках находится наркотическое средство мифедрон. При мужчине оказалось почти 3 грамма этого вещества. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ремонт и строительство дорог, реконструкция аэропорта, судьба Чебоксарского автовокзала и проблема организации межмуниципальных перевозок. Это основные темы, которые обсудили члены Общественной палаты Чувашии с министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимиром Осиповым в рамках регионального проекта «Час с министром». Какие планы будет реализовывать профильное ведомство в этом году и сколько средств на это заложено в бюджете региона? Расскажем далее. Больше 4,5 миллиардов рублей объем Дорожного фонда на 2021 год. На эти средства в регионе должна отремонтировать 352 километра автодорог как асфальтобетонных, так и грунтовых, построить еще 18 километров новых магистралей. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, в ближайшую четырехлетку в рамках стратегии развития дорожного хозяйства и транспортного комплекса Чувашии на обеспечение и функционирование автодорог будет обращено особое внимание, ведь сейчас многие из них находятся не в лучшем состоянии. Около 67% автодорог региональной и местной сети находятся в ненормативе. Из 109 мостов 65 мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Значительное количество сел и деревень не имеет автомобильных дорог с твердым покрытием. А если называть цифрой, это 390 сельских населенных пунктов. Основным локомотивом развития дорожной сети региона является национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Но этот проект, рассказал руководитель ведомства, охватывает лишь ремонт магистралей. На обустройство всех сельских дорог, а в общей сложности это больше 12 тысяч километров, своих финансов республики недостаточно. На этот год, например, на эти цели предусмотрено всего 500 миллионов рублей, что крайне мало, заявил Владимир Осипов. Не менее важной задачей является ликвидация грунтовых разрывов на региональной сети автодорог. В текущем году планируется завершить разработку проекта по строительству автодорог межмуниципального значения, соединяющий Марпасадский и Козловский район. Следующим приоритетным объектом станет грунтовый разрыв между Аликовским и Красночитайскими районами. На встрече министр транспорта также ответил на вопросы участников совещания. Наиболее острый касался информации о возможном закрытии автовокзала в Чебоксарах. Всем перевозчикам, которые работают с автовокзалом, были отосланы договора о расторжении. Что планируется с этим делать? Не получится ли так, что вокзал закроется, как у нас было несколько лет назад, и межмуниципальный маршрут останется стоять вдоль дороги? Владимир Осипов ответил, что закрытие вокзала не планируется. Речь идет о смене операторам. До 31 марта он будет определён, добавил министр. Так как он заходит в этот бизнес, скорее всего, будет продаваться вдоль в этом предприятии. Поэтому переоформляться каких-то свидетельств, лицензий, ничего не будет. То есть продается бизнес. Там просто будет меняться собственник. У ЖИГа есть пять предложений на сегодняшний день. Это люди, которые хотят заниматься данным видом бизнеса. И не только хотят заниматься, но и хотят его развивать. Кроме этого, на встрече также обсудили вопрос установки освещения на региональных дорогах, затронули проблемы организации муниципальных перевозок в сообщении Чебоксара-Новочебоксарск. Анна Давыдова, Елена Дмитриева, Игорь Ульянов. Вести. Чувашия. На 4,9% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ЕДВ. Их получают свыше 96 тысяч жителей республики, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, герои Советского Союза и России, соцтруда. Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за прошлый год. На 4,9% также увеличился входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Стоимость социального пакета также увеличивается на 56 рублей. И вот он сейчас будет составлять 1211 рублей. Почему-то у нас большой повышенный интерес к этому показателю. Потому что граждане, которые отказались от соцпакета, они, конечно, его получают деньгами. Ежегодно до 1 октября федеральные льготники делают выбор, брать полный соцпакет или заменить отдельные части натуральными льготами. Большинство из них не подавали заявлений на этот счет, оставив на 2021-й без изменения выбранную ранее форму господдержки. Три эскиза будущего логотипа года, посвященного трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей, отобрали на заседании конкурсной комиссии. Выбрать один сложно, все варианты достойные. Поэтому решили узнать мнение молодежи, какому логотипу отдали предпочтение ученики Чебоксарской 5-й гимназии, поинтересовалась Екатерина Данилова. Первые итоги конкурса подвели еще 25 декабря. Тогда все поступившие заявки не соответствовали требованиям. В связи с этим конкурс объявили повторно. Во втором этапе приняли участие 29 разработчиков из многих регионов России. Профессиональные художники и любители представили на суд жюри 40 работ. В итоге, в следующий этап отбора прошли всего три эскиза. С учетом того, что в проведении года памяти строителей казанского и сурского оборонительных рубежей вовлекается очень большое количество молодых людей, мы решили послушать мнение ребят, которые учатся в 5-й гимназии. Ребята высказывали свою точку зрения, и большинством голосов они остановились на одном из вариантов логотипов. Почти единогласно ребята выбрали эскиз под номером 1. Он современный, минималистичный и яркий. Такой логотип ученики хотели бы носить на футболках, свитшотах и кепках. Мне больше всего понравился вариант номер 1, потому что своей лаконичностью и простоте он несет довольно такой крупный смысл. И лаконичность, она сейчас очень популярна молодежи, ведь что-то кричащее, ну не хочется акцентировать на это внимание. А вот в таком минимализме все очень ясно и понятно. Я рад, что нам дали в этом поучаствовать, ведь это как и дань прошлому, также важно мнение молодежи, ведь мы сейчас активно пользуемся различными соцсетями, интернетом. Мы можем актуализировать на этом внимание, привлекать новых участников и делать это более распространенным среди людей, чтобы люди помнили о своем прошлом. И важно мнение народа, наверное, все-таки, чтобы то, что нравится народу, то и должно нравиться всем. Окончательный результат будет известен уже в ближайшее время, и мнение, ребят, обязательно будет учтено. Я думаю, сегодня-завтра принято будет решение, и мы увидим уже официальный логотип утвержденной комиссии. Екатерина Данилова, Вести Чувашия. Освоить разговорные чувашские за 18 занятий. В Республиканской детско-юношеской библиотеке в Новоюжном районе Чебоксар запустили проект по изучению родного языка для дошкольников, младшеклассников и их родителей. Кто подал идею, активно ли записываются на уроки родители с детьми, расскажем в нашем сюжете. Никаких умных толстых книжек на столе исключительно игрушки. В Республиканской детско-юношеской библиотеке посчитали, что таким образом освоить разговорные чувашские детсадовцам и младшеклассникам будет проще. Скажи, пожалуйста, Ксюша, Авдан. Авдан. Петух. Петух. Давайте ему тоже дадим имя. Петя. Петя. Петя Петушок. Перенявдан Петя Ядла. Перенявдан Петя Ядла. Идею запуска познавательных уроков на родном языке библиотекарям предложили родители дошкольников и младшеклассников, которые сами с трудом изъясняются на чувашском, а некоторые и вовсе его не понимают. А в школьном расписании, напомню, предмет к изучению стоит. Так что азы непростого в произношении языка знать все равно придется. Мы, конечно, будем брать в основном разговорную речь, чтение чуварских народных сказок, как на чуварском, так и на русском языке, чтобы малыши самого маленького возраста слышали чуварскую речь, понимали ее и могли ближе уже к школе, к первому классу понимать и разговаривать, хотя бы элементарные, проговаривать элементарные диалоги. Познавательные уроки оказались детям интересны. На первые занятия сразу записались пятеро младшеклассников. Также мини-группы по изучению чувашского работают при детских садах и школах. Кроме того, библиотекари занимаются с детьми и родителями в индивидуальном порядке. Язык можно выучить и онлайн. На своих страницах в соцсетях и ютубе библиотека выложила серию уроков, разбив их по темам, чтобы было проще усваивать материал. У нас большая семья. Перенчимье, Пызак. Хочу выучить слова насекомых на чувашском, потому что они мне очень сильно нравятся. На уровне правительства вопрос повышения престижа родного языка обсуждают давно. И вот теперь перешли от слов к делу. Глава республики распорядился разработать новый современный учебник по чувашскому языку и литературе. Причем пособие должно поступить во все школы и библиотеки в кратчайшие сроки. Последний раз учебное пособие издавалось в 2010 году. Прошло, во-первых, достаточно много времени. И сегодня дети совершенно другие. И для того, если мы хотим, чтобы развивался чувашский язык, чтобы сохранить наши главные самобытные традиции, конечно, нужно говорить с детьми на их языке. И мы с радостью вместе с институтом образования, со специалистами, с преподавателями подготовим этот учебник. Пока, правда, не назван точный месяц выхода книжной новинки на рынок, но вполне очевидно. Работа предстоит кропотливая и нацелена она лишь на дно. Дома тоже на Чувашском разговариваем. Только с папой не очень-то часто, потому что он Чувашского не знает. Так лучше теперь, наверное, учить папу, да? Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. В Яльчикском районе прошел традиционный фестиваль зимней рыбной ловли. Каждый год он собирает десятки любителей закинуть удочку в прорубь. В 2021-й не стал исключением. В турнире приняли участие рыбаки из Батревского, Шимаршинского, Канажского и Комсомольского районов. Ветренная и снежная погода не помешала заядлым рыболовам собраться и с азартом провести время. Для того, чтобы состязание состоялось, первым делом нужно прорубить лунки глубиной в полметра. За дело взялись самые смелые и опытные участники фестиваля. И это задание тоже превратилось в веселое соревнование. Фестиваль объединяет как женщин, так и мужчин. Для многих рыбалка стала семейным хобби. Без награды не остался никто. Главных призов удостоились самой быстрой, самой удачливой, самой юной и самой опытной рыбаки, а также ловец, которому удалось поймать самую крупную рыбу. А по окончании соревнований всех угостили ароматной свежеприготовленной ухой, домашней выпечкой и горячим чаем. Экологически чистые, красивые, приятные на ощупь, развивающие мелкую моторику. Речь идет о вязанных игрушках. Екатерина Никифорова из Чебоксар создает мягких друзей для детей и взрослых. Мастерица раньше работала в детском саду, сейчас в декретном отпуске с сыном. Идея вязать игрушки пришла около года назад. Екатерина делится, захотела порадовать своих племянниц и сделать им такие подарки, которых ни у кого нет. Училась рукоделию по урокам в интернете. В скором времени первые игрушки отправились к своим новым хозяевам. Работа кропотливая, но приносит огромное удовольствие, признается мастерица. Работа нелегкая, я бы сказала, очень много деталей. Нужно сшивать, вязать, в общем тут шляпки, носик, мордочку. Вышивать все приходится. Очень кропотливая работа, очень нравится. Времени уходит достаточно, я бы сказала, на одну игрушку. Чтобы игрушка привлекала внимание и радовала глаз, все в ней должно быть гармонично. Каждая деталь очень важна, начиная с выбора цветовой палитры. Ну и, конечно же, качество материалов. Все они экологичные и гипоаллергенные. Внутри холофайбер, который не только приятный на ощупь, но и очень легкий. Очень много идей, конечно, вначале я смотрела в интернете. Смотрела у знакомых девочек, которые тоже вяжут. И смотрю, вяжу, все равно получается по-другому. Поэтому приходится под себя все равно подстраивать мастер-классы и вязать по-своему. Так и рождаются мои игрушки. Каждая игрушка Екатерины Никифоровой уникальна. Есть и куклы, и персонажи мультфильмов, и зверушки. Сейчас мастерица готовится к фестивалю «Дизайн-фест», который пройдет уже в этом месяце. Там она представит свои работы. Татьяна Самсонова, Екатерина Данилова, Алена Артемкина, Владимир Синдеев. Вести Чувашия. Сегодня в Чувашии стартовала череда массовых спортивных мероприятий. Подробности далее. В столице Чувашии стартовал межрегиональный турнир по слэдж-хоккею «Перле» вместе. В нем принимают участие шесть детских команд из Чебоксар, Москвы, Кирова, Нижнего Новгорода, Старатова и Балакова. Кроме того, в рамках турнира во второй раз в России планируется провести хоккейный матч среди детей, имеющих проблемы со зрением. На льду скрестят клюшки чебоксарская команда «Юмана» и московская «Фортуна». В Чебоксарской спортивной школе Олимпийского резерва номер 5 проходит первенство республики по вольной борьбе. В субботу в Чебоксарской спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 очередной домашний матч баскетбольного клуба «Чебоксарские ястребы». Наши спортсмены встретятся с командой «Металурка» из Магнитогорска. Новочебоксарск примет всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту. Также в городе Спутники стартуют чемпионаты первенства Чувашии по спортивной борьбе «Панкратион». А в воскресенье на базе Центра развития маунтинбайка лучшие танцоры республики покажут свое мастерство. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам хороших выходных. До свидания.